Музыка Несколько дней тому назад в Николаевском академическом художественном российском драматическом театре Событие случилось. К общественности была представлена постановка по пьесе Ивана Франко «Моисей». Мы об этом рассказывали в новостях. Музыка Вистава за поемом Івана Франко «Моисей» у виконанні артистів Руздраму адаптована до сьогодення. Режисером виступи фактор театру Євген Олійник. Розповідає, що це був експромт на тему, яка його давно цікавить і болить. Головний меседж у цій виставі – це пошук шляху до своєї національної самоідентифікації. І, звичайно ж, ця вистава спрямована на виховання патріотизму нашої молоді, що я вважаю є найголовнішою метою наш нелегкий час. Найголовніше, що це в дух сьогоднішнього часу, це його із таких наболівших питань. І я думаю, що для нього це хороша режисерська робота. Актриса Анна Устінова у виставі виконала головну жіночу роль – містичної Азазель. Розповідає, вжитись в образ було досить важко. Олександр Аркавенко також виконував роль негативного героя. Актор каже, було важко знайти в собі багато поганих рис, аби показати те, що мав на увазі автор. Зрозуміло, що в житті ми досить різні люди, хто який вміє. Але на сцені має глядач побачити саме те, чого від актора вимагає режисер. У виставі задіяні сучасні технології. Замість громізьких декорацій – пісочна анімація. А діючі персонажі вдягнені в камуфляж, що примушує провести паралель із сьогоднішніми подіями на сході України. Я порівнюю цю виставу із нашою країною, із нашим народом, яка теж має пройти тяжкий шлях до тієї землі обітуванної. Я, напевно, прийду додому і в першу чергу я розповім про цю виставу своїм батькам, своїм друзям подзвоню. І це важливо, коли є такі вистави, котрі змушують нас задуматись. Несподіваним було і завершення вистави. Актори, запаливши свічки, стали на коліна, а позаду них – прапор України та вежа Донецького аеропорту. Це невинні душі, що покинули цей світ, за що ці мухи йде страждання. Ну вот, в студії знаходяться мої гості, які мають непосвідственне відношення к цьому спектаклю і к його просмотру. Артем, скажіть, будь ласка, чому ви решили зробити предпрем'єрний показ? Спасибо. Ну, іде цикл мероприятий, посвящённый і празднованню 228-й годовщини нашого міста Николаїва. І вот сейчас, в преддверии юбилея 80-летия нашої Николаївської області, ми решили поставити в духу сьогоднішнього часу спектакль, який був актуален на сьогоднішній день і виспитував патриотизм, самоидентификацію молодёжи, національне сознання своє. І вот з Евгієм ми в мае місяце, в завершення основного театрального сезону, оговаривали о перспективних планах, о роботах. Ми собрали наші художественні советы, подумали, що, проведя мониторинг середі учебних програм, ми увидели в програмі Моисі і Франко. В прошлом году у нас було дві постановки по Франко, це були два спектакля, поставлені к дате, к юбилію, а ми решили обратитися сьогодні, тому що воно актуально, воно интересно і є видіння. І вот прекрасний ансамбль, і поверте, для постановки театра, менше чем за місяць була постановка в двох составах, сделанная робота, можлива для виїзда і за пределами сценической площадки театра. І я думаю, що з цією задачою творческий коллектив справився, а почему до прем'єрного показу ми хотим до основной даты выхода спектакля делать такие предпрем'єрные покази для средств массової інформації, для учебних заведень. І були студенти національного університету ім. Сухомлинського, університету культури і іскусств, які розказали своє восприятие, поняття, і тоді совпало видення і актерів на сцені, і зрителей в зале. І я думаю, що 20 сентября в 18.00 у наших жителів города Николаїв буде уникальна можливість поприсувати на прем'єре цього спектакля. Ми приглашаємо всіх в середу 20 сентября в 18.00 на прем'єру цього спектакля. Сергій, яке впечатління у тебе від цього спектакля? Обалденне. Всье діло в тому, що це, звісно, це як в покері грати. Вони взяли, зробили до прем'єрного спектакля. Всье діло в тому, що п'єси Івана Франко, що написано в 1905 році, на всякий случай, то це революція, це інше, це друге поколення діятелів украінського «Видроджини», т.е. вони всі цю библейську легенду тащили на свою шкуру. Все діло в тому, що Євгенію зовсім дуже добре вдалося. Я не знаю, такий короткий срок, буквально. Наверное, біляння біляння було біляння. Я навіть не знаю, там, ні. Євгенні, там, це діло таке. Ну, як. Якщо греється, то й житло. Ні, ні, ні. Зісь другое. Я тут достаточно плотно слежу за тим, так сказать, як режиссёры ось сьогодні іщуть свої ходи. Т.е. вони ставять там известні произведення. Вот, пожалуйста, в «Ленкомі» йдет там на всякого мудреца здоров'я... Ну, «Островський» йдет, да-да-да. «Островський» йдет «Островський». Там совершенно заслужені там супернародні артисты, как на Росію, вони использують ненормативну лексику. Они там использують, там, чё ли не порнуху, там, какую-то. «Подожди». И вот, все діло в том, что... То есть, ну, это такой апатаж. Здесь наоборот. Вот здесь чё-то вот такая вот какая-то социальная ответственность. И мне очень понравилось, вот самое главное, здесь вот, знаешь, не свалиться. Ни туда, ни туда. Потому что вот тянуть на сегодняшний день, на сегодняшнюю, так сказать, нашу ситуацию на войну, на войну, так сказать, на реформы, там, ещё на что-то, на коррупцию, на чёрта. То есть, когда вот государство разваливается, и тянуть вот эту вот библейскую легенду, ну, я не знаю, я бы, наверное, побоялся, тем более, устраивать до премьерный показ. Удалось. То есть, там не волобешник, понимаешь, вот... Да. Да. Ты не высказался от начала до конца. Давай мы сделаем, посмотрим, отрывкателс из этого спектакля, чтобы зрители телевизионные имели представление, что это такое на сцене Русского театра. Пожалуйста. Поехали. 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 Славь ироны на танверховодят сегодня, на пророкские слова и подвески, на шикози говодни, и на поклик его боги, на шикони некуте, на обещанки славим побег, да, бойовники люти, и на принади новой земли. Нам и тут не погано, хто пророкий себе вдає і говорить без вяз, хто біцє темні юрбі, божий гнів або ласки, хто до бунту посміє народ закликати до сміли, і манити за гори наскрідь кінцевої руїни. Той на пострах безумцям усіх, ніж отцим поколінь, хай оплёваний буде всіма і побитий калиньна! Вспомните этот режиссерский режим, ваш ход такой, это значит дальше мы можем продолжать обсуждать этот спектакль. Вам слово. Перш за все, я хотів ще раз щиро подякувати за можливість попрацювати з таким надзвичайним твором Івана Яковича Франко, як Мойсей Артему Олександровичу за цю можливість доторкнутися до того неймовірного енергетичного згустку, який там є, з нашими надзвичайними акторами у якості режисера. Тому що, коли я читав ту поему, я одразу бачив виконавців. І незважаючи на це, я бачив їх дубльовано, я бачив двох виконавців, тому що сам як актор, коли я працюю, я розумію, що в театрі має бути два склади. Тому от у нас, наприклад, є два Мойсея. Є народний артист України Василь Георгиевич Остафічук. Це надзвичайний актор, щира людина, неймовірний такий енергетичний, просто атомний реактор. І є на цій ролі також один з провідних акторів нашого театру, це Руслан Коваль. Він також надзвичайний. І ви знаєте, незважаючи на те, що вони абсолютно різні, але вони кожен по-своєму неабияк цікаві. Тому за це я ще раз дякую Артему Олександровичу. І тема, вже говорилася не раз, пошук шляху до своєї національної самоідентифікації. Це перш за все теж для мене було тією зіркою провідною. Це був найголовніший меседж, який мали побачити глядачі. І що, в принципі, судячи з репортажу, інтерв'ю, я побачив по відгукам глядачів, це, як кажуть, зайшло. Зайшло. І дуже приємно, що це були майже діти, студенти, правда. І які вони оказалися в зале і потім, після вступлення, які вони зовременні, настояще наші, українські, не тільки зрители, а люди. Я хоч пару слов скажу, Сережа, тут все ж понимається, ти вспомнил Островского, да? Ще-то какая-то фраза у кого-то була із великих. Назад к Островскому. То есть назад к классике. Я вижу, ваш русский театр возвращаєте. Вот это пример. А классики тогда возвращаются, хоть сто лет пройдет, хоть двести, хоть триста, но если мостик между Шекспиром или Островскими, или Иваном Франко нашелся в нынешнее время, значит, все. Тогда эти молодые все правильно поймут. А если театр и режиссер, который ставил этот спектакль, все это эмоционально чувствуют, то как раз получается вот то, что получилось. Получилось у вас. Знаете почему? Как-то вот Азазель, Аня Устинова. Вот здесь спектакль у нас на телевидении проигрывает, вы понимаете? Его нужно адаптировать специально по телевидению. А у вас, когда год же я сидел в ложе, вот рядышком она была на сцене, я ей верил, я ей доверял. Ритмика спектакля да есть. Вот слово естественное вроде бы для игры в театре никак не подходит. А она, Аня, была естественная. А вот что самое главное все-таки у Василия, Моисея Астасийчука, то, что он имеет стержень. Нам это удалось, стержень. Он мужчина, но не в бытовом понятии этого слова, а мужчина-личность. Давайте посмотрим отрывок в подтверждение этих слов. Моисея Астасийчука И чат своих найкращих будет бстить его на вас и на правнуках ваших. Будет бить и мутить вас, а заплатить с болью. Горе вам! Бо столетия целей житиметрикой школы, пока не будете плавно читать книгу Божией его. Бои! Бои, Израилю! Ты далеко в минуве глядишь, и в будущее дороги. Та на ближние пеньки та пернився, сдаватимешь ноги. Наче кинь-то издечилий летишь. Ти в безогню за розгону, и колись за ярмо. Ти свою променяешь корону. Остережися! Чтоб обидность твоих не відкликав его. Чтоб за вертись на тобі он не сломав своего слова. И чтоб он не покинув тебе всім народам для страху. Як роздобтану красу змею, Що стихає на шляху. Субтитры создавал DimaTorzok Артем Александрович, а вот щас вопрос на засыпку. Вы точно не готовились к тому, что я задавал этот вопрос? Сколько стоит эта постановка? Смотрите, всегда сложные варианты в постановках театра, да, это сценография, костюмы, форма, да, которая закупалась и на сегодняшний день. Я очень хочу сказать слова признательности. Это Виктория Викторовна Москаленко, глава облсовета, которая поддержала депутатскими средствами, которая помогает в решении именно постановочных вопросов театра и управления молодежной политикой горосполкома, которая поддерживает этот проект, поддерживает молодежное воспитание и прокат этого спектакля. Ну, стоимость любого спектакля от 30 до 70 тысяч. Вот как бы это на материалы, на закупки, на варианты. Ну, этот был самый дешевый спектакль за последнее время. Нельзя говорить там дешевый или качественный. Нет, я имею в виду, нет, мы не трохаем качество. Мы уже договорились, качество классное. Я говорю о том, как режиссер сумел найти из простейшей той самой пленки, да, обернуть его вокруг всем. И это получился такой образ, и это не так дорого, понимаете? Это не дорогие декорации. Мне сейчас хотелось бы, чтобы вы назвали людей, которые работали над этим спектаклем. Потому что мы же не сказали ни о музыке, ни о костюмах, ни о чем. Говорите же. Ну, той прием, який задеянный уставе, это песочная анимация, потому что, ну, тут, как-то кажут, в лоба пошли, потому что пустеля, чтобы оно впизнавано было. Тому я решил спробовать цей ход. Він себе выправдав. В этом нам помогала очень талановая девушка Светлана Воронцова. За что я ей дякую, я рассказал ей про свой задум. Вона прониклася, ей сподобалось, и мы працювали. Результат глядачей побачить 20 числа. Да, и сценические костюмы Мария Пихтерева. Так, костюмы Мария Пихтерева. Это очень ответственная человек. Вона телефонует мне в 11-й. Тут звонок. Бачу Мария Пихтерева. Думаю, что произошло, что-то, 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 может, обрали. Вона говорит, Женя, а если мы сделаем вот так и вот так? Я говорю, супер, надзвичайно, делаем. Это, вона молодец. Я очень ей ей вдячный. И также Ольга Каштан. Это сценограф. Ей сценография. Все, что вы видите на сцене, также очень ответственная человек. Вона почти, ну, мало не за дубу все сделала. Деколька вариантов мне нацелала в Вайбере. Поэтому я очень ей вдячный. Потому что, вы знаете, наше мистерство, это мистерство коллективное. Там нет места эгоцентризма. Мы делаем все вместе. И тот успех мы разделяем на всех. Мария Лысенко, балетминистр, постановка пластических. Получился спектакль, конечно. Я как режиссер, как ваш коллега, иногда думаю, смотрю спектакль или другую какую-то работу своего коллеги. И думаю, иногда думаю, а что же вот тут мне кажется, что за критерий мне взять для того, чтобы сказать, получился спектакль или нет. Иногда думаю, что я бы поставил по-другому. А здесь вот я думал, что я бы поставил точно так же. Вот так же хорошо. Сергей, только одну фразу скажи. Ты согласен, как историк, как писатель, что вот та идея, сверхзадача, которую поставил режиссер в спектакле, о национальном самоопределении, если подкрепить это точно отсюда, то что же выходит, что если есть рабство... Так ты вопрос задай какой-нибудь... Ты хочешь ответить, да? Ну да. Согласен ты, или не согласен, что если государство рабское, то тиран обязательно будет? Или нет? Да нет. Это скажи. Категорически. Но все дело в том, что государство рабское, тиран обязательно будет, я могу сказать, другую там известную фразу, всякий народ достоин своего правительства. Вот это гораздо мягче ты сказал. Подожди, это не мягче, это по-другому вообще все. В принципе. Я тебе хочу вернуть просто к спектаклю. Вот смотри. У нас одна минута. Хорошо. Вот смотри. Всегда, так сказать, когда тащишь, так сказать, какую-то пьесу, в сегодняшний день возникают скандалы. Вот у Аркаса-младшего возник скандал. То есть, вон, так сказать, Шевченковскую пьесу, у которого был там такой вот накал социальный, он взял просто вот, взял и сделал вот неразделенная любовь там девчины там и москаля, солдата там. А у Шевченко там все наоборот. То есть, москальцвултва, а с двойством там. Нет, ну, это дело режиссера. Он может как угодно. Нет, дело все в том, что скандал. То есть, здесь, вот ты как режиссер, здесь самое главное не свалиться никуда. Вот Евгений вообще в замечательную... Не свалился. Да, в замечательную это удалось. Я не знаю, как, вот на каком-то экспромте, ну, там, три-четыре недели там. Вообще, ну, это не срок. Это просто, ну, никакие уши не натянешь. В общем, молодцы ребята. Что там? Мы нашу... Нашу передачу заканчиваем. И я не могу не дать вам еще слова, потому что вот у меня, ну, жоп-то, репертуар вашего театра. Одна минута есть. Да, буквально приглашаю всех на открытие 84-го театрального сезона, который состоится 1 октября в 17.00 бенефисом народного артиста Украины Василия Георгиевича Астафьючика. Вот так вот, да? Да. Ну что, пойдем или не пойдем, а? Да пойдем, наверное, как же мы не можем в ходить в театр, да? Закрылся, подплются и пойдем, конечно. Спасибо вам за этот разговор. Слава Богу, что есть о чем говорить сейчас у нас в городе. О театре, о постановках. Ну, жизнь, она продолжается, конечно. Может быть, уже какая-то верхняя ступенечка уже вами, одолевается. Желаю вам, чтобы у вас был и шикарной постановки, и отличный зритель. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания.